Все, отлично, я в игре, погнали. Реалити против полта. Вставки на лайфинг, я так понимаю, есть, кому интересно, можете ставить на кипбетики. Все, у нас БО-3 здесь. Хорошо, что в игре хоть сам кнопки понажимаем, немножечко очухаюсь. ТСМ готов. ТСМ готов. ТСМ готов. Ну что, ребят, реалити у нас Ой, цвета-то какие, не сказали мне Кто цвета поменять Два практически одинаковых цвета У пулту два барака Рипперы в реалити через один барак Играет, у реалити газ первый Был фактически, да, сейчас у него Сотка почти газа Но он делает рипера, ццшечку И будет потом факта еще Все, стрим пошел 90-секундная задержка Помните об этом, теперь будет Улучшение завершено Смерть на пороге ТСМ готов ТСМ готов Ни на кого не советую ставить Я вообще не советую ставить В принципе, вот Я только говорю, кто Скорее всего Посильнее, кто послабее На самом деле Но здесь, я не знаю Я здесь ничего не говорил И... Да и не буду Ну, я думаю Реалити явно Конечно, он в Корее живет Он посильнее, наверное Пулта будет Но... Пулт тоже может показать Пейшенса пробрел, например А я не ожидал, да, что Пулт Пейшенса пробреет Бы Не ожидал бы Потому что Пейшенса Все-таки в последнее время Неплох Но Пулт То европейцам сливает То корейцев Может потащить Тоже уровень-то есть у него В принципе Какой-никакой Здесь Реалити залетает И просто не... А, вот Марик один Есть, все нормально Ну, это я не понимаю Сейчас один Рипер Здесь у Реалити Пусть он один Но у Пулта Вообще ничего здесь нет И гелионы поехали А Пулт своими Пятью Риперами Просто стоит И ничего не делает Ну, что ты Что за фигня-то такая Нужно в контратаку лететь Это шанс для Пулта, ребята Это шанс реально Пять Риперов Очень больно могут сделать Здесь Гелики заехали Здесь Риперы прилетают Что-нибудь Они... Ну, Пулт очень долго залетает Вместо того, чтобы сразу Через Аклик туда полететь Из пяти уже Три осталось Рипера У Реалити Рошат Идет Пул И Пулта пока больше Рабов погибло Но у Пулта есть шанс Еще наподрезать Пулт контроль же Ты юнитов Своих Риперов Этих три штуки Они же все здесь Могут решить В этой игре вообще Так, еще один Гелион Пытается Пулт минуснуть Здесь катаются рабы Уже просто нереальное время У Реалити меньше Рабочих остается У Реалити правда Банша с Инвизом Строются И здесь Либератор летает Пытается Пулт Мариками Минуснуть Либератора И минуснет Потому что Мариков Большая скорость атаки У Либератора Армура нет Он за залп Конечно Марика выбивает Но он был вне В ренже Мариков Сейчас И поэтому Минуснулись 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 Ну что, Реалити заехал еще раз. Три КСМ-очки полку забрал. Но этого... Это немного, реально. Но сейчас вот полк так водит рабочих, что еще сейчас потеряет. Что ты делаешь-то, ё-моё? А, тут Харас, тут Контр-Харас. Рипером идет. Рипер заставил все покататься, но ничего не убил в итоге. Банши залетают, туреточки полк ставит, но не успевает их сделать вовремя. Банша прилетает и сейчас начнет бомбить. Уже 10 секунд до готовности туретки. Рабы все дэмэджиные. Правда, Реалити тоже дэмэджиные, но полту это ничего не дает, в отличие от Реалити, который прилетел и уже три КСМ-ки минус нула. Здесь марики на Стиме зато. Ну, сканов, я так понимаю, нет? Пытается Реалити Стим выбить. Ну, хорошо, полт, кстати, на грани сейчас фола, но убил все-таки Баншу, справляется с контролем. Двойной дробчик откуда-то сейчас пойдет? В каком направлении вопрос он пойдет? Даже тройной дробчик. В нем летят, я вижу, так, 9 мариков, 13 мариков и 2 танка. Дроб опасный, крайне опасный. Если сейчас полт долетит для мэйна оппоненту своему, который, между прочим, играет в мех, то будет больно, скорее всего. Больно очень Реалити будет. А полт долетит, он никуда не денется. Почему он не долетит-то? Он долетит спокойно. Здесь на мэйне еще ничего нет. Куда он дропаться будет? Можно сюда продакшен выбивать, можно к рабам, но в рабов опасно. А в продакшен самое то, мне кажется. Реалити приходит на мэйн. Блин, хелба-то опасная. Ребята, конечно, здесь опасно может быть. Так, сканет полт. Танки в сич, марики другуются. Марики со щитами и со стимом. Ну и все начинает полт разваливать. Но барак не самое лучшее занятие сейчас фокус в данном раскладе. Какие к черту фокусы барака? Полт, развивай свой успех. Что ты делаешь вообще? Что полт делает? Вообще творит какой-то бред полный. Так, танки дропнул. В реалити там кривовато, мягко говоря. Полт, правда, свои вообще не контр. Вот что мешало здесь продолжать? Что полт забоял? А, ну он понял, что много что ли в реалити стало. Ну да, его много стало. Ну что мешало вот сюда не барак сбивать, а дропнуть танки вот куда-нибудь сюда, например, разложиться. Выбивать вот депошки, армори. Это же грейды. Это невероятно важное для реалити здание. Нет, полт как-то странно вообще реализовал. В итоге что мы имеем? Рабочков полта меньше, лимита меньше, всего меньше. Против меха при этом всем он играет. И грейды вообще мертвые. Только одна атака. Ни армори не делается, ни второй инженерки не делается. Это, ну это катастрофа. С СС-3 надо полетать быстрее. На все минералы сейчас СС-чик пилить, чтобы вообще как бы экономика-то хоть была. Так, в это время прилетают дропы. Кажется, это были минки или что это было? Да, судя по всему, были какие-то залпы, взрывы тут интересные. Полк пытается пошатать. Сейчас третью базу. Залетает, видит викинга. Три танка прилетают. Начинают разваливать. Два викинга висят, полк. Что ты делаешь-то, ё-моё? Ослепший полк. Нет, он не ослепший. Он просто не контролил в этом месте. Вот в этом суть была. Собирается реалити отбиваться. Полку нужно попытаться побольше забрать юнитов. Пошел стим. Сзади викинги залетают. Колбаты прямо в мариков дропаются. Ну, полк танки пофокусил. Забирает все, что может. Это два марика. А это все и со сплитом. Колбатам пофиг на сплит мариков вообще. Танками забрал свое и просто сразу улететь надо было. Ну, третья у пулта качать начала база. Но по грейдам совсем все печально. Но полт, смотрите, делает... Так, Старпорт и Фьюжн Корр. Уж не батлкрузер или это. Я-то на батлкрузеров с удовольствием. Посмотрел бы сейчас. Старпорт. Так, один викингов строит, два других. Ну, как-то для батлкрузеров экономики, по-моему, недостаточно здесь у пулта. Сканит его оппонент. Видит, что здесь уже два Старпорта плюс добавились. Нижний видел? Нет, один только видит. Может неправильно оценить ситуацию. Сейчас, да, там, как бы, реалити. Да, батлкрузера. Две, два батлкрузера. Что, экстра сопла и сейчас кидаются сразу, чтобы два строилось. Два строятся. Но батлкрузеры без грейдов, это вообще забейте нафиг. Это полная печаль. Где вообще армори, где на них какие-нибудь грейды, блин? Так-то, если у пулта будут викинги плюс батлы, они победят воздух оппонента. По земле тут ничего нету антивоздушного. Батлы просто расстреляют все к чертям. Вот и ямато пошло уже, но нужны грейды. Я уже сейчас только сказал, нахрен ты, ямато даже не нужно здесь особо пока. Что там викинга? Ну, минус нёшь ты викинга и ямато. Он и с руки дэмэджа, что называется, нанесет за это время много, если с грейдами будет. В особенности. Но у пулта армори отсутствует, зато четвертая сэшечка сейчас будет готова. Надо расширять продакш, там три, два, один уже грейды. Причем ресурсов у пулта газа просто немерено. Строй да строй. Первый батлкрузер готов. Еще одного надо заказывать сразу же пулту. Пока не заказывает ничего. Раз, два. Два заказал сразу еще. Самое главное, если бы они в саппорт к би ушли, эти батлы, так и билу без грейдов вообще. Ну, это вот это поиграл, называется пулт, не корейский игрок. То есть грейды не знают, что такое вообще, зачем они нужны. Как будто бы... О, первое армори пошло, неужели? Не инженерка вторая. Два армори тогда надо строить теперь. Шауэр 5.8.5. Навряд ли, как ты говоришь, но грейды пока популярность не набрали в флоте почему-то. Так, ну и где? Покажите нам. Вот армори готовы. Где грейды-то, пулт? 2-2 заказал на био, а дальше где грейды? Вот в этом-то здании, блин. Я не понимаю, как такие жесточайшие юниты можно без грейдов выставлять. Армор пошел. Ну, на все. И на викингов, чтобы было, и на остальное все. Но пулту хорошо, что здесь хотя бы викинги не грейжены. О, оппонента. Проходит скан, что по викингам? У холта. 4 бадла, 14 викингов. Здесь просто 14 викингов. Холт, иди бейся уже, наконец-таки. Что ты боишься-то, полетел куда-то там? Билл заходит в другую сторону. Разворачивается холт, принимает бой, видимо, да? Там есть один тор, но кто-то тор не зарешает. Пошел замес. Надо тора минусовать с ямато сейчас. Викинги сплетятся. Сплетятся пол, так, ой, минки как сейчас жестко бомбанули. Да какого ямато, блин, викингов? Ты что, тормоз, что ли? Вон там бат этот... Да жесть вообще. Нет, здесь раскатят, судя по всему, холта. Конечно, без грейдов эти все юниты. Минки заряжали. Минус пол. Батл Крузер Оперейшн. Он, по-моему, здесь нифига не зашел. Здесь несколько холбатов, несколько био-юнитов дробуются сверху на юнитов реалити. Реалити здесь уже туретку построил. Холк, правда, контратакует очень неплохо. И, возможно, даже и... Это приняведет к какому-то успеху. Какие-то плоды принесет. Но он не может холб отбить. Ну да, здесь реалити отбился, а полк не отобьется абсолютно точно. Купает ухлона 147 уже сейчас. И уже ДГ может не писать. Не, ну... Даже из полка 1-1 баблы были бы, это не лишь его бы в данном замесе. Ну, полк там и контролил странно. Вот он проскалил, он видел, что к нему мех идет. Он вот рядом здесь шел. Вернись назад и просто и био одновременно подерись, и батлами. Тогда бы минки так бы... Просто прикол в чем? Био пошло в размен отдельно. Минки вкопались, и там только воздух. Конечно же, они сплэшем там эти стейки просто унизили минки. А так была бы земля бы, и может что-то и получилось бы интересненькое. Садится пул с викингами, стимпатчится вообще синхронно, никакого нет. Сначала сел, викинги отдались, потом на муве отдался сам. ДГ. Как раз он и им полетел. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА